Всем привет! Сегодня я покажу довольно интересную посылку с сайта Алиэкспресс. Эта вещь довольно необычная, но очень полезная. Ну что ж, давайте посмотрим, что же это такое. Это переходник на карту SD для айфона. То есть, с одной стороны у нас Lightning, с другой стороны разъем для SD-карты. Давайте распакуем. Коробка пародирует компанию Apple. В таком же стиле все сделано. Белая, лаконичная. Вот так у нас все внутри упаковано. Довольно солидно, сразу скажу. На ощупь так и не отличишь, что это подделка, а не оригинальная. Коробка немного поймялась, но на почте по-другому не бывает. Тут у нас даже есть защитная пленочка. Давайте, кстати, ее снимем сразу. Ну что ж, теперь вставляем карту памяти в телефон. И у нас сразу открывается карта памяти, причем в стандартном приложении. Нам не надо ничего скачивать. Вот, все. У меня открылась карта памяти. Вот мои последние видео сейчас. Вот они. И это очень удобно. Просто вставил, теперь выбираю видео. Там вот, например, вот это я хочу скопировать. Ставлю галочку, нажимаю импорт. Он мне спрашивает, скопировать все или только там, где стоит галочка. Я выбираю только выбранные. И все, у меня это видео копируется. И это очень-очень удобно. Раньше я подключал свою камеру 70D по Wi-Fi к телефону. Там есть один большой недостаток. Там нельзя копировать видео. А вот таким образом можно и видео скопировать. То есть вы можете снимать в очень классном качестве видео, а потом просто-напросто их выкладывать в Instagram. Так что рекомендую. Вещь классная, стоит копейки. Шла она, кстати, ко мне очень долго. Больше двух месяцев, по-моему. Но вещь очень классная. Совсем не жалею о том, что купил ее. И на мой взгляд, самое классное, это то, что все происходит через стандартное приложение. Через галерею. То есть, когда мы вставляем карту памяти, у нас автоматически открывается галерея. И мы копируем то, что нам надо. Так. Импорт завершен. Оставить. А, он спрашивает, оставить это на карте памяти, либо удалить этот файл, который он скопировал. Теперь данный аксессуар не поддерживается этим iPhone. Видимо, я как-то покрутил кабель. Вынули. Вставляем на место. Предыдущие три раза, что я его вставлял, перед тем, как начать снимать видео, он работал. Я его проверял, он работал. И только что он работал. А сейчас перестал, что ли? Да не может такого быть. Очень странно. Я так обрадовался. Думаю, классную вещь с Китая заказал. Я этот провод покрутил в руках, подергал, и он снова стал работать. Давайте попробуем поменять карту памяти. Вынимаем эту карту памяти. Вставляем другую. Все работает. Вынимаю карту памяти. Вставляю другую. Сейчас должно, по идее, обновиться все. Да, обновился список, и вот уже фотографии с другой карты памяти. Он подтормаживает, пока загрузится все. Так что, в принципе, возможно, вам повезет, и оно будет работать без перебоев. А, возможно, не повезет, и будет, как у меня, с перебоями работать. Ну что ж, я надеюсь, для вас это видео было полезным. Ссылку на этот переходник я оставлю в описании. Вы уже сами решите заказывать у этого продавца, либо искать что-то более качественное. Но, в любом случае, ссылку оставлю в описании. Также хочу сказать, что у меня есть Инстаграм, и как раз-таки вот этот переходник я покупал для того, чтобы выкладывать в Инстаграм классные фотографии. Так что, проходите по ссылке. У меня Инстаграм, ну, на мой взгляд, довольно интересный. Так что, ссылка тоже будет в описании. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok